Сауль Альварес прокомментировал свою досрочную победу над Калибом Плантом в мейн-ивенте вечера бокса в Лас-Вегасе. Я хочу поблагодарить всех, кто сегодня пришел сюда. Было нелегко дойти до этого этапа. Но благодаря вашей поддержке, благодаря моей семье и моей команде мы зашли так далеко. Это победа для всех, в особенности в Мексике. Мое уважение Калибу Планту, он потрясающий боец с большим количеством навыков. В конце концов, мы мужчины. После боя он сказал мне, что хотел продолжить драться. Он также извинился передо мной и сказал, что не имел в виду ничего такого, что он искренне сожалеет по этому поводу. Я ответил ему, что все нормально, что это осталось в прошлом. Я также сказал, что он отличный человек и выразил надежду, что однажды у него тоже будет замечательная семья. Я желаю ему только добра. Если честно, защита Планта меня немного расстраивала, особенно до пятого раунда. Но во второй половине боя все было именно так, как мы и представляли. В итоге мы одержали победу. И это все, что имеет значение. Все мы люди, мы желаем друг другу добра. Нам приходится наносить друг другу урон, но то, что происходит в ринге, остается в ринге. Ему нечего стыдиться, сегодня мы провели отличный поединок. Но, безусловно, мы взяли в нем верх. Теофима Лопес-старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофима Лопеса, после досрочной победы Сауля Альвареса над Калебом Плантом заявил, что хочет увидеть трилогию Канело с Геннадием Головкиным. Это безумие. Я не знал, что Калеб Плант может держать такие удары. Он вправду меня озадачил. Как тренер я предсказывал, что Плант проиграет нокаутом в девятом раунде. Я ошибся на два раунда, но что есть, то есть. Никто здесь не способен победить Канело. Это мог сделать только Головкин, но этого не произошло. Ребята, вы бы хотели увидеть их трилогию. Я хочу на это посмотреть. Возможно, Дэвид Бенавидис, это единственный боец, который мог бы создать Канело проблемы из-за своего стиля и того, как он боксирует. Это кандидат на хорошие шансы в бою с Альваресом, но больше нет никого.